Всем привет! Видимо, все же разработчики Rainbow Six Quarantine Parasite Extraction смогли вывести свое детище из производственного ада. И вот буквально менее суток назад сделали небольшую затравку в виде тизера игры. Как всегда, видео наполнено посланиями и пасхалками, о которых мы сегодня поговорим. Разберемся, что удалось выудить из триллера и что вообще с заявкой такая у данного проекта, поскольку, как я понял, с ивентом Outbreak не так-то они схожи. Начнем с того, что разработчики утверждают, что за основу создания Rainbow Six Эвакуация была взята осада. Разработкой занимаются ветераны игровой индустрии и студии по всему миру. Это кооперативный ПВЕ-шутер от первого лица с тактическими возможностями. К названию Эвакуация они пришли не случайно, поскольку по мере выполнения миссии, как нам намекает директор проекта, мы будем решать, эвакуироваться нам или идти дальше на риск. Также рассказывается о том, что игра будет наполнена испытаниями, но главное кредо, которое хотят протолкнуть разработчики, это своих не бросаем, намекая нам на командное взаимодействие. Но те, кто смотрели предыдущие видео по карантину, у нас на канале знают, что продав напарника, его придется идти спасать из лап паразита. Но геймплея мы сегодня касаться не будем, и я хотел бы для начала разобраться с сюжетом. Итак, чтобы разобраться с завязкой и отсылками, нужно вернуться примерно на три года назад. В ивенте Outbreak вирус на планету попадает через советскую капсулу, которая упала из космоса на территории Мексики. Человек, который зафиксировал падение, тащит ее домой, чтобы продать и подзаработать. С него все и начинается. Так называемый паразит, позже которому дали имя Апекс, начинает заражение на этом мужике. Тот, почувствовав себя плохо, отправляется в больницу, и уже на ее пороге его заражение и мутация полностью заканчиваются. Паразит Апекс легко адаптируется к окружению, и зараженные под его влиянием изменяются в зависимости от типа угрозы. Собственно, поэтому мы видели разные виды так называемых мутантов. На город, в котором началось заражение, я его название даже спустя три года нормально выговорить не могу, накладывается карантин и полная изоляция от мира. Именно поэтому в Мексику дислоцируется отряд Реймбоу с новыми бойцами Леоны Финка из специального подразделения по работе с биоугрозами. Поняв, что использовать атомное оружие не получится, оперативник Термит, будучи химиком, разрабатывает специально нанотермитные заряды, которые бойцы должны установить на так называемых очагах заражения. В этот же момент организуется миссия по спасению доктора Элен Макинтош. Это тот самый врач, который принимал нулевого пациента. Поступает сведение, что она могла разработать вакцину от вируса, поскольку она успела сделать анализы, и отряду Реймбоу удалось добраться до их результатов. Следом же другая группа врывается в дом нулевого пациента, куда он перевез, собственно, спутниковую капсулу. Ее эвакуируют вместе с отрядом Реймбоу. После этого момента история Албрейка обрывается, и мы не знаем, куда повезли зараженную капсулу, и каковы были результаты исследований доктора Макинтош. Теперь мы переносимся во время Реймбоу Сикс эвакуации на рабочий стол одного из ученых, который, собственно, уже продолжал изучать вирус. На его компьютер приходит письмо под грифом «Секретно», в котором некий специалист по международным отношениям пишет следующее. «Мы в большой беде. Помнишь, я рассказывал тебе о Реакт? Реакт – это, судя по всему, какая-то компания или новое подразделение. Мне звонила Элиза Коэн. Элиза Коэн – это оперативник Эш. Именно она возглавляла операцию в Нью-Мексико при первой вспышке. Я не шучу. Они исследуют старую лабораторию на Аляске. Они смотрят на наши заброшенные исследования. Эта лаборатория закрыта по уважительной причине. Они хотят получить к нему доступ. Судя по всему, речь идет о вирусе. Я знаю об их искусственном интеллекте. И я точно знаю, что им не нужно разрешение. Закройте все. Повысьте уровень безопасности. Сделайте это быстро. Я свяжусь с другими лабораториями. Просто отпустите всех домой на неделю. Придумайте оправдания. Все бумажные отчеты из лаборатории нужно сжечь. Поэтому, если Реакт свяжется с вами, ничего им не говорите. Мы ничего не знаем. Дай мне знать, когда закончишь». Также мы узнаем, что автор письма работает на какую-то то ли частную компанию, то ли правительственную под названием Орфей. Если присмотреться на рабочий стол компьютера, мы видим там папки, подписанные как NU и SF. Это города Нью-Йорк и Сан-Франциско. Из предыдущих утечек мы уже наверняка знаем, что одни из первых миссий будут проводиться именно в этих городах. Судя по всему, оперативники Рейнбол заинтересовались источником вируса, как говорится в письме, после того, как все же вирус вышел за пределы карантинной зоны. Также заметно, как в данной лаборатории проводятся некоторые исследования и анализ паразита. В этих исследованиях использовали химические вещества, такие как барий, кобальт и азот. В своем сочетании они дают оксид бария, который в свою очередь является катализатором и токсичным веществом. Одно из предположений, что ученые пытались вывести формулу, которая погасит очаги заражений, а получилось наоборот только усугубить ситуацию. Также на ноутбуке есть наклейка с логотипом отряда Рэмбоу. На кружке надпись с отсылкой на оперативника термит и его смеси для пробивного заряда. А на одной из полок слева сверху стоит фигурка Чиби Тачанкина из ивента Рэмбоу из Мэджик. Дальше на стене табличка доктор Брукс. Совпадение или нет, не знаю, но нулевого пациента звали Бойт Брукс. Врач, которого мы спасали в ивенте Аутбрэк, звали Элена Макинтош. Но также мы знаем, что она была в разводе и у нее есть сын. Когда зараженный Бойт входит в поликлинику, Элен сразу узнает его издалека и называет по имени. Есть предположение, что нулевой пациент был ее бывшим мужем, а продолжение их исследований занимается сын. Если эта теория верна, то, судя по всему, с момента первой вспышки прошло уже очень много лет. Дальше мы видим, что слизь вырывается из специального контейнера и в первую очередь передвигается в сторону какого-то круглого объекта. Судя по всему, этот круг и есть тот самый паразит из капсулы, который просто вынули и подключили к компьютеру. Но что тогда эта самая слизь и откуда она взялась? Пока остается загадкой, поскольку в режиме Аутбрэк ее не было. Земля кристаллизировалась и из нее вылезали шипы, но не это. Видимо, узнаем теперь только 12 июня на презентации Ubisoft Forward. Примерно вот так у меня получилось собрать завязку основного сюжета. Я не знаю, насколько она верна и, возможно, я пропустил какие-то детали. В любом случае, для тех, кто не играл в Аутбрэк или уже не помнит, для тех, кто вообще не знаком с этим событием, но захотелось узнать побольше о Rainbow Six эвакуация, я думаю, что плюс-минус ситуация стала понятна. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, если собираетесь следить за данным проектом. Ну а у меня на сегодня все. Увидимся 12 числа. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok